МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Плавец регулярно занимает призовые места в заплывах. Своё мастерство юноша продемонстрировал и на городских соревнованиях по плаванию среди людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Максим взял золото на двух дистанциях по 50 метров. Больный стиль и кроль на спине. Могу получше, но меня устраивает пока что мой результат. Стремлюсь сделать свой результат лучше. Я готовился физически, как-то тренировался, отрабатывал упражнения. Городские соревнования по плаванию среди людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в личном первенстве проходят ежегодно в бассейне «Ариэль» молодёжного центра. Юные пловцы соревновались в нескольких возрастных группах в трёх дистанциях на 50 метров, вольным стилем, кролем на спине и брасом. Также прошёл смешанный заплыв между мальчиками и девочками. В соревнованиях участвовали обучающиеся икары, школа номер 7, школа-интерната номер 9 и молодёжного центра. Мне очень понравилось и хотелось узнать, против кого же я буду и смогу ли я побить свой рекорд в 44 секунды. Побил рекорд? Да, но не на много, на 43 секунды. Я плавал на время и также тренировался на кувырки и прыжки. Градским соревнованиям все ребята готовились серьёзно. Тренировались каждый день, развивали выносливость на длинных дистанциях и скорость на коротких. По словам тренера молодёжного центра, плавание – отличный вид спорта для всех категорий и возрастов, который гармонично развивает физические и личностные качества спортсменов. Плавание – это вообще самый универсальный стиль, самый полезный, я бы сказал, стиль, самый гармоничный. Ну и детишкам нравится вода, они любят воду, они тренируются, стремятся улучшить свои результаты, что и подтвердили на сегодняшнем соревновании. Победителей призёров заплыва наградили дипломами, медалями и подарочными сертификатами. В рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» Центр внешкольной работы организует занятия различными видами спорта на свежем воздухе на нескольких площадках города. Спортивные площадки с тренажёрами и снарядами для воркаута появились во многих дворах Сарова. Но не каждый человек знает, как правильно заниматься на том или ином тренажёре, на какие группы мышц он рассчитан. В этих вопросах помогают инструкторы Центра внешкольной работы. Они консультируют, рассказывают о видах тренажёров, подбирают упражнения в соответствии с индивидуальными запросами человека. В сквере 22-го микрорайона по улице Павлика Морозова площадка оснащена большим количеством тренажёров, оборудованием для сдачи норм ГТО. Здесь же можно поиграть и в настольный теннис. Здесь упражнения можно сжим лёжа, становая тяга, можно выполнить гиперэкстензию упражнений, отжимания на борусях, то есть как бы жим сидя. Это силовые упражнения. А также на настольный теннис, баскетбол и волейбол. Региональный проект «Спорт в каждый двор» федерального проекта «Спорт нормы жизни» реализуется несколько лет. Все желающие могут выбрать физическую активность на любой вкус, а также получить помощь специалиста по спорту на физкультурных площадках города. Консультации инструктора абсолютно бесплатные. Дети тоже могут найти здесь занятия по душе, игры с мячом или командные соревнования. Специалисты Центра внешкольной работы приносят с собой необходимый инвентарь – скакалки, мячи, ракетки для настольного и большого тенниса. Тут можно кидать кольцо, заниматься спортом, отжимались, играли в теннис, приседали, поднимали в лежачем режиме. Когда приходишь со школы, делаешь уроки, я прихожу сюда. Ну, тут есть кольцо, можно чем позаниматься. У меня есть свой баскетбольный мячик, я сюда хожу. Ну, тут можно еще поподтягиваться. Очень люблю заниматься спортом, это полезно, весело, приносит радость, интересно. А каким видом спорта увлекаешься, занимаешься? Увлекаюсь бегом, теннисом, баскетболом, подтягиванием, ну и лазанием. Я занимаюсь, да, на тренажерах и играю тоже, но с другими, с друзьями, со знакомыми, с родителями. Для людей серебряного возраста предусмотрена отдельная физкультурная группа на площадке по адресу силки на 20. Здесь инструкторы по спорту работают с понедельника по среду с 9 до 12 часов. По улице Казамазова 10, со вторника по четверг с 10 до 13 часов. Площадку в сквере 22-го микрорайона по Павлико-Морозово можно посетить с понедельника по четверг с 16 до 19 часов. Проект реализуют в течение всего лета. За подробной информацией можно обратиться по телефону 98103. Готов к труду и обороне на Икаре прошел летний фестиваль ГТО среди школьников. Каждый год в нашем городе проходит летний фестиваль ГТО среди школьников в возрасте с 12 до 15 лет. В этом году на участие заявились команды «Семи школ». Второе движение ГТО популярно. Интерес к нему постоянно растет. Уже более 11 тысяч саровчан приняли участие в выполнении нормативов. В прошлом году наши спортсмены дарили высоких результатов ГТО. И участвовали мы во всероссийском конкурсе, который проходил в Бортеллике. И вот моя Виктория, которая сегодня встанет, и Гордея Пазанов тоже продолжает традицию. Я думаю, что появятся эти два новые звездочки. Они являются рекордсменами в России. В этом году летний фестиваль проходил два дня. На первом этапе участники пробовали себя в стрельбе из электронного оружия и плыли 50 метров. На втором этапе для школьников подготовили еще несколько испытаний. Сегодня участники проходят метание, отжимания, подтягивания, наклонная гибкость, прыжок в длину с места, бег на 60 метров и бег на длинной дистанции – 1500 и 2000 метров. С апреля вступили в силу обновленные правила сдачи нормативов в ГТО, и систему получения знаков немного упростили. На золотой знак нужно сдать 6 нормативов и 5 нормативов на серебряный и бронзовый. Обычно их сдают практически весь год, каждое испытание в определенный день. График есть на сайте спортивной школы ИКАР. Летний фестиваль ГТО для школьников – это возможность сразу сдать практически все нормативы, необходимые для получения значка. Вчера мы стреляли из электрического ружья, были 50 метров в бассейне. Я люблю бегать и сегодня я хочу получить значок от ГТО. Я занимаюсь спортом уже 8 лет. Я хожу на лыжную базу, занимаюсь, я бы сказала, профессионально. Уже выезжал на областные соревнования очень много раз. Я сейчас один раз выезжал на российские соревнования в город Сырфар. У меня уже очень большой опыт в этом, я в этом не волнуюсь. Участники летнего фестиваля сдавали нормативы на 4-5 ступень ГТО. Она соответствует их возрасту. Но начать можно когда угодно – и в 6 лет, и в 70. Главное – это желание. К тому же для школьников, обладателей золотого знака ГТО, есть приятные бонусы. Некоторые ВУЗы дают таким абитуриентам дополнительные баллы при поступлении. В Сарове прошел муниципальный этап всероссийских соревнований «Кожаный мяч». Всероссийские соревнования юных футболистов «Кожаный мяч» проходят в нашей стране ежегодно с 60-х годов прошлого века. В Сарове в этом году на турнир заявились несколько команд из разных школ города и центра внешкольной работы. В одном из последних матчей за победу боролись 17-я школа и футбольный клуб «Мечта». Сыграли хорошо. Было довольно много голов. Была очень хорошая игра. Одна из лучших. Секрет успеха в том, что мы дружим, и наша дружба, она выпущается в игре. Команде 17-й школы удалось забить ворота «Мечты» больше десятка голов, в ответ получив только один мяч. Чуть подкачала защита с левой стороны. Было много моментов забить. Команда такая попалась. Не очень собранная. Получалось в каких-то моментах плохо сыграть, а в каких-то и хорошо. Я забил все мячей в этом матче, но я бы сказала, что могли бы забить и больше. Без поражения не бывает побед. Команды встречались уже два раза, и в первый раз спортивная удача была на стороне мечты. Поражение заставило игроков 17-й школы пересмотреть стратегию, провести работу над ошибками и отыграться. На прошлой неделе мы проиграли первому составу мечте, но потом исправились и выиграли второй состав этой же команды с большим счетом. Цель кожного мяча в первую очередь – популяризировать футбол, привлечь в этот спорт детей, оторвать их от гаджетов. Турнир дает возможность показать себя как опытным игрокам, так и тем, кто делает первые шаги в этом виде спорта. Я не футболист, я как бы не играю, это моя первая игра вообще в футболе, в матчах таких. Я любитель. Ну расскажи о впечатлениях, каково это, вот играть в таком уже довольно серьезном. Ну вот, понравилось очень сильно, наверное, в будущем, может быть, буду еще футболом заниматься. Муниципальный этап кожного мяча закончился. Команда-победитель в каждой возрастной группе поедет на областные соревнования. Они пройдут в мае в Арзамасе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова